Да, не называем нации при встрече, напоминаю. А горестные вздохи можно сдавать? Можно, конечно. И радостные кличи тоже можешь. Что ты вздыхаешь, еще загрузка идет. Я пахмачок. А боевые кличи можно? Можно, можно, все можно. Так, всем привет. Очередная сетевая партия в шестую циву случайной цивилизации. О, мне Германия выпала. Он в основном уже по-английски разговаривает. Отличная цивилизация. Каждый город может построить на один район больше, чем обычно. Ганза отличный. И плюс 7 к боевой мощи при атаке городов-государств. И доступны дополнительные ячейки еще и военного курса. Очень приятная цивилизация. Как раз по мотивам рейтинга цивилизации получается. Можно будет показать. У всех случайные. Случайные цивы. Поэтому без понятия, что там у них будет. Во-вторых, пангея. И режимы варварские кланы. Монополии корпорации. И случайные технологии. И социальные политики. Ограничение 170 ходов. Так что можно выиграть и по очкам. Будет не только по науке. Ну, в принципе, давайте со всей этой фигней взлетим. Теперь. Старт. Старт. Ну, вот это вот мне все не нравится. Что тут? Это все затапливать в определенный момент может. Так что. Но все равно не уходим. Я думаю, что я здесь ставлю город. В принципе, 2-2 клеточки. 2-3. Вот эту. 3-2, точнее. Есть вот это можно будет. Так, давайте я вообще гляну. Возможно, сначала. Ну, да. Ставим тут. Ну, конечно, у меня ганза получится здесь какая-то офигительная. И можно подумать о ромашке где-то с этой стороны. Плюс я могу еще Артемиду попробовать. Урвать. Так. Вообще, надо было очень сильно постараться, мне кажется, в Артемиду. В принципе. Что у нас тут с деревом? Непонятно вообще где. Ну, с животноводства начнем. Стоит ли мне веру пробовать делать? Пожалуйста, на стихийные бествия бонусные ресурсы убивают, оставляют только иерарки, правильно? Да. И стратегические. Редкие и стратегические невозможно никак убрать. Только... А, только затопить. Ну, если когда они топнут при... Глобальном потеплении. Ну, вообще, старт такое средний. Так, наверное, сюда все-таки посмотрю, чтобы... Ого. Тут у нас океан Тетис. Так, неужели у меня слева никого не будет? Это очень хорошая новость, мне кажется. Что я не в центре карты. О, руинка. Приятненько. Так, руинка. Ну, вот тут надо думать о ромашке, действительно. Потому что... Ганза дает соседство за коммерческие районы. То есть у нас ромашка в Германии должна быть вместе с коммерческими районами. Давайте, наверное, я... Тя... А, напойду вдоль реки пока. Потому что там у меня уже идет дуболом. Угу. Геотермалочка. Тут дуболом соберет и дальше пойдет смотреть. Какие дела. Просто если я здесь хочу ромашку, наверное... Так, тут надо... Вот на этих клетках где-то должна быть дамба. Черт, может тогда дальше немного. Может тут делать правительственные площади ромашку. Вот тут вокруг. Потому что тогда надо здесь дамбу, например. Здесь... Акведук. Сюда тогда промышленную зону. Напомню, что я хочу еще Артемиду. Артемид тогда, наверное, сюда влезет. Что, далее? Астрологию. Может тогда веру попробовать еще. Где у нас астрология оказалась. А, она сейчас зажжет. Ну, хотя бы ускорил. Я сейчас... Вот наверняка, когда в руинке находишь астрологию, сейчас я еще и чудо где-нибудь найду. Так, давайте я, пожалуй, вот так похожу. Прямо чтобы... Ну, у нас с этой стороны, мне кажется, не должно никого быть. Потому что уже океан. Конечно, тут Пангея... Ну, Пангея обычно ровная. То есть, это не фрактал. Что тут можно ожидать какие-нибудь проходы к кому-нибудь туда. Так, а вот это у нас озеро, залив или тоже океан? Озеро. Так, это озеро. Значит, там еще внизу будет... Ага, вот у нас уже варвары плавают. Так, ну это галера, да? Она не стреляет. То можно сюда встать. Так, скаутом я все-таки сюда переберусь. О, тут у нас пустынька. Хм. Вон у меня есть лошади. Я, наверное, не буду выкупать ту клетку. Там все-таки просто одно... Мне важнее производство, чем еда сейчас. Ну, тут как бы нормально 2-2. Так, ну пошли горное дело. Чтобы камень обрабатывать, если что. Так, здесь, очевидно, надо будет строителя. Обрабатываем камень, обрабатываем оленей, обрабатываем лошадей. Оленей, чтобы Артемиду. Ну, все-таки Артемиду, наверное, вот сюда надо. Ну, конечно, вообще-то зависит от того, где я города буду ставить. Что, вообще непонятно. Так, пойду, наверное, сюда. Тут у нас с этой стороны сейчас этот скаут пойдет, с этой стороны дуболом пойдет. О, о-о-о-о. А вот это чудо Джанье Данься. Это очень круто. И надо куда-то сюда город ставить, очевидно. По три. Я прямо вот сюда бы ставил, чтобы быстрее... А какая у нас в итоге карта? Я что-то пропустил немного. Пангея. Не похоже на нее? Ну, так. Так, ну и пусила. Собственно. Ну вот как я говорил, да? Эх, сказал бы я, на что эта карта похожа. Только, только я в руинку... То есть, бессмысленно руинку, в общем-то, открыл. Забрал. То есть, она мне ничего не дала по-хорошо. Потому что я бы и так уже вот тут... Так ты можешь не нам, говорит, там поругаться тихонько. Да я этим уже и занимаюсь. Ага. А, ну тут все. Я на самом севере, получается. Хотя вот эта пустыня, недалеко от тундры, это, конечно, классика. Шестой Цилын. Ух ты. Рудные горы. Показалось, трудные написано. Так, тут у нас... А, уровень не дают еще. Знаете, я бы, наверное, вот тут все-таки посмотрел тогда. Раз я тут город собираюсь ставить. Какому тут кампус на плюс пять, например? Ну, я бы вот прямо сюда ставил. Что-что? При вырубке медь? Да, золото, золото. Крусть. Так, как бы нам Артемиду попробовать? Маловато леса, всего две штуки, чтобы под нее подрубить. И как бы нам ее открыть вообще, увидеть? Вот. Лучше бы мне открылась реально... Артемида где? А не астрология. Ну, сюда пойду. Это очень прикольно, эти цивики расположены. Так, ну все-таки тогда пойду сюда пока, потому что там дуболом идет. Надо тут посмотреть, что... Ну, тут, видимо, мне надо будет сюда город ставить и где-то здесь еще город. То есть вот так у меня троечка будет. Ого! Да, цивики прикольно. Ладно, мастерство пока. Отлично, что лишняя карточка. Вот любая цивилизация с лишней карточкой в шестерке офигительно. Сейчас военная лишняя карточка. Ну, это то, что... Ну, то есть это всегда, всегда будет использоваться как-нибудь. Так, вот вопрос, что первое обработать? Камень или... Это, ну, наверное, камень, потому что камень будет давать с обработанной плюс производство, а обработанный олень плюс деньги. Конечно, производство важнее. Ой, господи, там меточки, меточки ставят все. Так, у нас, мне кажется, где-то тут должен быть лагерь варваров, но я бы его, наверное, не открывал пока. Здорово, Иван! Это точно Пангея такое ощущение, что континенты? Нет, у меня это точно Пангея. Нет. Ты можешь открыть всегда... ...это... ...поселенца вкладку, увидеть престиж мой. Лояльность, точнее. Ну, я вообще твою лояльность не вижу. Да ты скорее далеко отсюда. Ну, в общем, там, где у тебя стоит разведчик, а где-то там собираюсь город ставить. Мне вот тут город надо поставить. Это что, у нас первая упорочка намечается? Здесь город. Да. Ну и выше я не пойду, соответственно, тогда. Сейчас, подожди, я посчитаю. Блин, на одну клетку ниже. У меня просто тогда города не влезают, а это шестой радиус от столицы. Шестой радиус от столицы? Да. То есть не четвертый, а шестой? Шестой. Ну, ты далеко как-то ставишь. У меня это четвертый радиус от столицы. Нет, он у меня получается... У меня просто иначе... Здравствуй, Кимни. Очень много таких... То есть тут очень много толстых гор, и у меня просто, получается, города тогда никак не влезают. Хоть что. Ну, как не влезают, если у тебя шестой радиус, а не четвертый? Потому что очень много гор. В том-то и проблема. Слышали? У человека проблема, много гор. Ну, это не такая прям совсем, что прям проблема и проблема. Так, вот видите, раз, два, три. Может, у меня прямо на геотермалку раз, два, три. Ну, хотя... На одну прям клетку? Да, именно на одну, вниз. То есть я думал, вот, ну, на этом кукурузе, вот, видишь, выше твоего скаута. Ну, ладно, хорошо, давай попробуем вместиться. Я понял. Просто поселение сейчас туда уже придет. Ну, как и у меня, в общем-то. Индия. А у тебя... Чего? Ну, не палить цивилизацией, пожалуйста, не надо. Пардон, а мы же вроде все видели, поэтому... Ну, я не видел. Я тоже не видел. Я попросил не говорить мне. Какие вы там непорядочные, а? Ну, интересно же, не это... А как вы могли не видеть? Вы же в лобе заходили. Закрыть? Да, конечно. Листиком экран. Ну, серьезно, что? Что, серьезно? Вы так делали? Да. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Под столицу ставят. А когда ты вокруг столицы, можешь города ставить. Он хочет рядом. Нет, он хочет поставить город почти под столицу. Поэтому не говорю. Ну, я на реку поставлю, дальше не полезу. Так, вот этот разведчик, интересно, откуда пришел. Хороший не ставит. Блин, а вот как-то места-то и немного получается уже, куда ставить. Ну, здесь поставлю, ну, здесь поставлю, да? Если тут венгар, тут, видите, тут я тоже уже ничего не ссуну. У тебя нет лоялись, я вообще лоялись не вижу. Ну, ты посмотри. От реки до моей столицы три клетки. Венгрия вообще опасная штука. В ФФА, с другой стороны, как раз Германия противодействует Венгрии для захвата ГГшек. Захватывая ГГшки. Ну, третья, я ГГшек не вижу. Вообще никаких. Можно поставить на овец или левее. Ага, посмотрим, что тут. Давайте. Венгар, предложение тебе, чтоб ты не боялся. Смотри, все, вот ты сам спрашивай. Спасибо, да я думаю, что мы уже договорились. Ну, смотри, мы вдвоем с тобой, дед, не смотрели цивилизации, и ты его встретил. Ну, так остальные же знают. Ну, остальные знают, я так понял. Так, вот и стрельба из лука. Ну, я бы сходил, конечно. Давайте попробуем так. И здесь прачника после посела. Сейчас к нам придут всякие вороны. Ну, тут где-то лагерь, он сейчас, наверное, сюда пойдет. Сейчас попытаюсь этим скаутом его не пускать и прачником убить. О, где-то вообще далеко этот... А что он только ко мне шел, интересно? На самом деле вообще не интересно. Э, не убивай моего варварца. В смысле не убивать? Я думал, я тебе помогаю. Нет, я его хочу прачником убить. А ты, кстати, а ты, кстати, нашел, где этот, откуда он вообще пришел? Он откуда-то снизу пришел. У меня снизу... Ну, пока, то, что я вижу, еще нет. Снизу тут есть лагерь варваров. Все, это тут. Иван, я так понимаю... О, Грей, здорово. Да, господи, почему тебе постоянно... Что это такое? Я уже посмеялся, да? Это забавно, что вы рядом. Это прям очень забавно. Я думал, вы будете далеко друг от друга. Ну, тут такая... Ты, во-первых, территория не видишь меня. Просто приказываю, что ему одна и та же цивилизация выпадает в случайных этих... Опять вот подкручен. Угу. Подкручено. Слушайте, а мне вот два года назад предложили выбрать Пентеон. Я вроде выбрал, а мне пишут, что нет. то я, мне кажется, Пентехода принимал. Что будет? Значит, не успел. Значит, жди, когда наступит время принять. Принял. Так, Иван, дед под тобой или он как-то справа-слева? Я могу это говорить? А то опять кажется, что я это не могу говорить. Ага, вот он где. Не, я готов сказать, просто вы скажите, чтобы я опять что-нибудь не нарушил. Ну, по правилам никак, никак не меня... Никак тебе это не запрещается сказать. Если не запрещается, то он строго направо от тебя. От меня направо? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. О, 12 клетках где-то. Ну, может быть, побольше клеток в 15. Прикол. Почему я так и возмущался-то? Так у тебя, значит, получается, снизу место есть, влево место есть? Мне только вниз, так, вниз, пока, слава богу, место есть. То есть я вниз пойду сидеть. Есть подозрение, с кем я сейчас встречусь в этом низу. Ой, не надо. Так, ну тут придется увалить скаутом. Ну, неприятненько, конечно. Судя по моему континенту, я затону первый. Неприятненько, что я прям под... Короче, прямо в двух клетках от твоего нового города, Иван, лагерь варваров. Поставь метку, потому что я не вижу. Ух ты, я понял. Так, очень хорошо, что он тут тусит. Обрабатываем. Продолжаем еще прачника. Открываем стрельбу из лука. Ну. Блин, что-то у меня ничего не выбирается. Ты вылетел. Ясно. Пауза, да? Да просто... Я загрузился, если что. И я. Смотрим, что-то... Скидываем в хабир. Так, а все здесь? Да. Там два человека же улетало. Ну, за счет. Ну, закончите этот ход, и я на следующий турнир включу. Блин, у меня комп все-таки поселом походил. Ну, ладно. Ну, я манижу взял. Как бывает иногда. Так, он не должен захватывать посела, потому что его лагерь еще имеется. Блин, амбар стал, вот это я не заметил. В научной ветке. Никто не может сказать поточнее. В научной ветке древнего мира. Точно до античности будет. А, ты вот так, значит, да? Блин. А, вы здесь близко. А, вы здесь близко. А, куда ты спешишь? А, вы здесь посела не украдешь, как некоторых... Смотря куда ты пойдешь. Ну вот, между горами. Между горами? Ну, видишь, коры. Под тобой, да? Там... Это коммерческая ГГшка. И тут торговый. Ну, торговый. Две торговых я вижу. Ну, вот это, например, да? Как прецедент на захват Германии. Так, я сейчас, наверное, пока отложу. А вот что я хочу больше? Каменную кладку? Ну, может, все-таки астрологию открыть? Не могу. Что тут? Грей, наверное, можно таймер вернуть? А, я забыл. Семчено. Ну, ты... Последний раз там, не знаю. Малай, представляешь? Два вулкана под столицей. Два вулкана или два чуда? Ну, два чуда вулкана. Два чуда вулкана? Нифига себе. То есть, Эй, Афьядла, Якодаль, видимо, и Визуи? Ну, типа того. Я ж не могу, прям, совсем уж отлепил. Правда? Это просто вулканы, видимо. Которые чудные клетки делают, они от чудес, в общем-то, ничем не отличаются. А потом говорит, что... Возможно, возможно. Так места-то нет, понимаешь? При всем при этом нет клеток, кроме тех, что рядом... Ну, я по-соседству ни одной ГГшки, ни одного человека. Кстати, я тоже ни одной ГГшки не нашел. Так это же хорошо, когда нет людей рядом. Ну, как? Людей-то, знаешь, просто потом окажется, что у них где-то рядом, а я их просто там одну клетку недоразведал, а там такой Табуна уже стоит и там... Ты просто... Два корпуса лошадей. Ты просто, Иван, почему-то налево не ходил. Ты сходил конкретно ровно ко мне и ровно, видимо, к деду. И возмущаешься, что у тебя все вокруг... Ну, так, кстати говоря, реально. Как так вышло, что я пошел четко к вам. Ну, четко к нам возмущаешься, что тебя подселяют. Блин, у человека до херна тут место еще. Просто не в ту сторону сходил и говорит, вот, подселяют меня, мало места. Ну, что, возможно, я был неправ. Зря бы конул, получается, да? Получается, конечно. Возможно, был неправ. Возможно. Так, мастерство ускорили. Где-то, где я, опыт. А изовки юнита можно повышать? Чего, откуда? Ну, когда он в обороне стоит. Да, конечно. Это сложная ситуация с товарищами и варварами. Так. Мне не нравится соседство с моим дуболомом. Что на Сувахине вообще происходит? Не, ну тут нормальные клетки для начала. Конечно, Артемиду очень хочется попробовать урвать. Два вот этих леса. И только котелес можно было бы, в принципе. То есть мне надо будет рабочего сделать и... Тремя его зарядом. Или вообще купить. Ну, а храм Артемида сюда поставим. Это странно, я на этом компьютере не играл в мультиплеер еще. У меня в синглплеере здесь все идеально. А в мультике почему-то фрезы небольшие. Вот мы и нашли проблему. Да это метки ставят. Нет, у меня не фрезит, хотя у меня комп говна. Так это вообще не от компа зависит. По какой-то причине. У меня фрезило при постановке меток на двух разных компьютерах в двух разных странах. То есть у меня это было еще и... Когда я был в Беларуси на совершенно другом компьютере. Тоже все равно лагало, когда кто-то ставил метку. Поэтому мне кажется, это как-то в настройках игры, но хрен знает, что на это влияет. Так он только что зашел. Я уже походил. Походил? Делегацию зачем-то принял, дед говорит. Подожди, ты же мне кидал дружбу. Какая делегация? А, елки-палки. А как так? Написано же было. А зачем ты так делаешь? Это комп сделал, господи. Зачем ты вылетаешь тогда? А, ну... О, я Занзембар первым встретил, отлично. Так, а этого? Этого не первую Венецию. Тут, наверное, японец, да. Все с вами ясно. С великим человеком не все так однозначно. Да, ладно. План был хорош, согласитесь. Да. Я думаю, Иван, скорее... Скорее... Так, господи. Я думаю, Иван, скорее ты с Грейм в соседях, а не я. Что делать? Неделям территорию? Или ты не хочешь мириться? Если что так... Подожди, мне надо посмотреть, что ты будешь делать. Ты их там поставишь. Тень витку еще раз. Я уже сказал, я не могу. Почему? Небольшое разрешение экрана. У меня все метки... Все люди не вмещаются. Вот кто на калькуляторе. Нет, у меня не играя... Компьютер хороший, монитор небольшой. Слухать на небольшой монитор, что у тебя метки не вылезают. 320 на 240. Нет, 1366 на 768. По холмам возьму. Так, признаетесь, кто-нибудь в тундре сидит? Ну, у меня тундра есть сверху. Ты имеешь в виду, кто возьмет пантеон на тундру? Между горами поставишь? Куда там сидит? Да, между горами. Ниже, да? Я просто прикидываю, где у меня может быть сосед. Левее и ниже. Так. Ну что, третьего делать? Ну вот, видишь, договорились. Блин, ну что, по ходу стрельбу из лука... Ладно, надо еще хотя бы один фото открыть. На речке. Надо строителя уже делать, я думаю. Да, сюда. Ага, хорошо. Так, а где у нас на чудеса? Разгон воровского клана... Международный... Нет. Подождите. Ну, по-моему, да, опыт дает. Случайно технологию открывают. Технологию-то понятно. Да, трудовая повинность на чудеса, видите? Может, все-таки ее открывать надо было? Дедушка, ну что ты не принимаешь-то декларацию? Ты мне не декларацию шлюешь, ты мне шешь делегацию. Ну, я же принял делегацию, да. Ну, вот еще твои проблемы. Что не принимаешь декларацию, я тебе делегацию шлю. Оговорил. Ох, этот великий русский язык. Так. В общем, вопрос. Я могу и сюда поставить. Тут надо подумать. Так. Венгер рядом с этим чудом поставил, несомненно. Но он, видите, даже не выкупает еще клетку. Я сразу выкуплю. Не знаю, зачем ставить и не выкупать. Так, да. Она же просто работает пассивно. Знаете, я, наверное, стрельбу из лука так открою. Она выше не селится, договорились? Не могу я ускорить никак. Надеюсь. Пока карту не разведывал. Мы договорились. Ну, я пока посмотрел. Ну, вообще, вот это вся территория, где я могу селиться, получается. Нет, мы договорились. Это, в общем-то, все. Это все. Так. Что у нас здесь с ромашкой? Ну, тут все-таки надо будет сделать какую-то ромашку. Так, значит, я откладываю. Производство пока. Следующим ходом начинаю храм Артемиды. Ну, давай, Иван, приму. Так, давайте в Ахине сразу эту клетку выкуплю. Слушайте, а на поймах... По-моему, здесь должно на поймах. По-моему... Слушайте, давайте я пока не буду выкупать. Я что-то засомневался, могу ли я на поймах ставить чудеса, честно говоря. Да, я видел, сейчас... Ну, чуть-чуть... Похожу просто вначале. Я не хочу с этим лагерем разбираться, потому что это скорее венгры лагерь. Ауч! Так, ну, тут надо забирать. Тут надо будет забирать. Давайте-ка сразу... Он вполне возможно сейчас от меня убьется. Тут скорее он будет занзи... Ну, наверх, сейчас занзи-бар будет его атаковать. Не знаю, Ван, по-моему, ты мне наврал, что справа от меня дед-бородет. О, да. Получается, я не понял. Получается, наврал. Получается, ты вру... Он не сказал, что он четко справа, да? А получается, он не четко справа. Не, ставится. А вот где мой город, Печь... Плюс 4, давайте думать. Я, на самом деле, думаю, может, еще и здесь поставить. Ну, я тебе метку могу поставить, что-то... Плюс 4. Пастбище, плантация, лагерь. Ну, это все влазит. Тут больше ничего, да? Вот этот. Раз, два, три, четыре. Да, знаете, что мне? Вот сюда надо все-таки ставить. Потому что... Тут больше пастбищ и плантации будет. Тут стоим. Блин, а что я тут... Кстати, монумент не поставил строиться. Да, кстати, а действительно, эти... Кто продаст информацию, где плантации? Как его рошение? Я могу, в принципе, продать за каменной кладкой. Я продавать даже не буду, я скажу. За каменной кладкой. Понял. Спасибо. Добрый дед. Ну, ты понимаешь, значит, на будущее вложение. Мне кажется, там сейчас Иван твоего скаута в тундре натянут. А ты видел, что там? Ну да, я лагерь разграбил. Нет, я не про лагерь. Ну вот, я уже набиваю на полководца и торговца, а венгр нет. Хотя у венгры, ну, есть деньги. 25 монет должно стоить вот это купить. А вот и гигэшки. Погоняюсь за скаутом, чтобы он уже точно не сообщил. Так, вырубим этот лес. Ну, просто мне храм Артемида, это я в золотой век выйду. Или не хватит, подождите. Так, а что я могу сделать, чтобы хватило? Мне надо кого-то... А, мне деда надо встретить. Деда надо встретить. Мне не хватает... А храм Артемида даст 4 очка. Это 17, мне 2 очка не хватает. Иван, предложение. Иван, предложение. А что, такое, ты запрял, что ли? Ну, просто хочу... Я тебе не могу дать, потому что еще не открыл теху. Как только, так сразу. Ну, тебе просто негде идти, ну, тебе просто негде особо проходить. Иди вниз и все. Короче, я вам скажу, что у нас карта, либо она будет подковой эти, либо она очень кишкообразная. Да нет, то, что вот я, то, что я тут у нас вижу, она прям... Видимо, я... Пангея, пангея. Ну, видимо, я просто чемпион, у меня тут, блин... В общем, Алексей, я тебе... Объявляешь свою дружбу и... Что ты мне? Завидую. Почему? Ну, ты, видимо, этого еще не видел. А, ты сверху там что-то нашел? Да. Ну, блин, там же тундра. Ой, поверь. Неважно, да? Я там уже не просто. Надо как-то наверх прорваться, короче. Что мешаешь, мешай. Там можно жить просто вот в один город. Мне кажется, он, конечно, прибедняется, но... Нифига. Ой, елки-палки. А ты откуда тут появился? Нам, кстати, дед подфартил, между прочим. Нам с тобой. В смысле? Ну... Каким образом? Вот там... Где твой Дебритсен? Это ж дед подфартил. Почему? А, дедушка? Да. Да. Я вообще думал, что это все три клетки будут моими, ну так, честно. Нет, я имею в виду, что вот эта штука, которую ты Дебритсен поставил... Да, я знаю. Это дед сделал. Да, за это ему большое спасибо. Но я говорю, я думал, что все... А, неважно, тебе надо одну. Дед, какой ты там чудо выбирал? Это неважно, сколько. Не важно, что ли, сколько? Нет, оно не стакается. То есть, одна или две? Мое чудо. Это мое чудо. Где оно? Главное, вот все, кто получил, все получили свои чудо. А я свое чудо не получил. Я не получил. Я не получил свои чудо. Имея цивилизацию. Какие мои чудо. На этом пока все. Продолжение. Спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Кстати, большое спасибо им за поддержку. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине и живе Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok